Аминь Он разрешил нам, чтобы мы для Него что-то сделали. Он разрешил. Он верит в нас. Он доверяет нас, чтобы мы продвигали Его дело на этой земле. Я сегодня буду говорить не на тему служений, но коротко про свидетельство, как получил сегодняшнюю тему. В прошлом году осенью было. Дух Святой сказал мне сделать кое-что простое, элементарное. В этом вопросе я должен был показать свою послушность к Его Слову. Больше ничего. Но я не сделал. Но, слава Богу, я сообразил, быстро покаялся. Я говорю, Господи, все, что скажешь, сделаю. Ты только говори. Не молчи. Потому что, знаете, если Бог раз скажет, не будем делать, два скажет, не будем делать, Он будет молчать. Ну, смысл нам уже что-то говорить. Лучше скажет тому, кто будет делать. И сразу получают тему, говорит, готовь тему на пожертвование. Будешь в это воскресенье служить финансовым словом. Я думаю, хорошо, Господи, не вопрос. Для меня это не проблема. Он мне и тему дает. Вот я готовлюсь. А при этом брат, который ответственный за это служение, он мне не говорил, что я должен служить. Но я думаю, Бог мне сказал, значит, я сто процентов, это я. Проходит пару дней. Брат пишет, говорит, Гамлет, надо служить в воскресенье. Я думаю, конечно, хорошо, не вопрос. Я уже получил слово. В воскресенье выхожу, служу. Помню, сел на свое место за компьютер, такой довольный, что я сделал то, что Бог мне сказал. И в этот момент Дух Святой говорит, готовь тему на воскресенье служение. Тут, конечно, я уже напрягся. Что если слово пожертвование для меня, это было не проблема, здесь я уже напрягся. И в этот момент почему-то я думаю, что я остался один со своими мыслями. Я думаю, хорошо, Господи, я сделаю, но у меня есть пастор, вот он когда скажет, может быть, когда-нибудь там, да, послужу. И общее церковное богослужение заканчивается, пастор подходит и говорит, готовьте ему на воскресенье служение. Прямо один в один, понимаете? Знаете, скажу следующее. Это лично, конечно, мое мнение, я подчеркиваю, это мое мнение, но когда пастор говорит, что надо служить, и мы ему говорим, что я это делать не буду, я считаю, что я напрямую Богу говорю, что я делать не буду. Поймите меня правильно, не то, что наш пастор Бог, нет. Но он Божий человек, он живет по его слову, да, он слышит голос Бога. И он делает максимум, чтобы улучшить наши отношения с ним, с нашим Богом. И когда я говорю, что я это делать не буду, да, я считаю, что я напрямую ему говорю. И если Богу было бы не угодно, чтобы кто-то здесь стоял, он бы точно не стоял здесь. Слава нашему Богу. Если бы не Бог, не дай Бог. Давайте помолимся и начнем. Аллилуйя, дорогой Господь, прихожу к твоим святым ногам. Господи, благодарю за этот возможность служить тебе. Господи, прошу, чтобы сегодняшнее слово было максимально понятным, простым и доступным. Во имени Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, сегодня я буду говорить на такую не очень простую тему, на тему прощения. В Священном Писании очень много говорится на эту тему. Очень много говорится на тему прощения. Наш Небесный Отец отправил на землю Иисуса Христа. У Христа была цель, чтобы Он наши грехи взял на себя, и мы получили прощение. Мы люди, которые бунтуем против Бога иногда, воюем против Него, нарушаем Его заповеди, Его законы, чтобы мы получили прощение. Давайте откроем послание к Ефесянам, 4 глава, 1-2 стих. Написано, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Обращаю ваше внимание на последнее предложение. «Бог во Христе простил вас». Получается так, что нашему Небесному Отцу пришлось заплатить очень высокую цену за наше прощение. Он отдаст самое дорогое, что у Него есть, своего Сына Единственного. Почему это Он сделал? Потому что Он нас полюбил. В послании Киона 3.16 написано, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Помимо того, что Он это сделал исходя из любви, для нас есть еще одна хорошая новость. В послании Исаии 3.8.17 написано, что Он наши грехи бросил за хребет свой. Что это значит? Это значит, когда мы каемся и получаем прощение, Он уже нас не напоминает о тех грехах, которые уже были совершены. Он не будет нас упрекать нашими грехами. Все, Он забыл. Он не поступает так, как мы люди. Бывает же, кому-то что-то хорошее сделаешь, чем-то поможешь, но при этом ждешь взаимного ответа. Ответа не получаешь и думаешь, что-то я зря ему помог. Нет, наш Бог так не поступает. Братья и сестры, слышишь такое высказывание, что я никогда не прощу этого человека. Того или иного, без разницы. Я не прощу этого человека. Когда мы это слышим в миру, как-то можно это понять, как-то можно аргументировать, войти в положение. Но, к сожалению, такое высказывание иногда и встречается среди христиан. Прощение — это очень важное звено в христианстве. Без него никак. Абсолютно никак. Конечно, разные жизненные ситуации бывают, разные обиды бывают. Но давайте посмотрим со всех сторон, как поступали со Христом. Как Он поступал. Братья и сестры, правда во Христе. Истина в Нем. Любовь в Нем. Во Христе. А что с Ним сделали? Распели. Но Он, находясь даже на кресте, Он молился за нас. Он просил за нас. Говорил, отче, прости им. Они не понимают, что делают. Даже в таком состоянии Он молился за нас. Я процитирую одного очень уважаемого пастора. Он сказал следующее высказывание. Если я сейчас превращусь в червяка, в червяка, который по грязи ползает, для меня это не будет таким унижением, как Иисус Христос превратился в человека. Потому что и я, и червяк — это творение. А Он — творец. Братья и сестры, написано, Бог во Христе простил нас. Получается, наш Небесный Отец смотрит на нас через Иисуса Христа. Только в таком случае мы можем получить прощение. Только в этом случае, когда Он на нас смотрит через пролитую Его кровь. Так давайте на наших обидчиков, на нашей жизненной ситуации тоже смотреть через Иисуса Христа. Не напрямую, а через Христа. Наполняться Его любовью. Только в таком случае мы можем простить человека. Только в таком случае мы можем получить прощение. Потому что, когда мы читаем «Отче наше», мы говорим «Прости меня так, как я простил». А если я не простил? Давайте вспомним притчу Иисуса Христа о человеке, который не хотел простить небольшой долг своему товарищу. Послание Матфея с 33 стиха. «Не надлежал ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его». Я когда это местописание читал, знаете, я думаю, что Бог даёт нам два выбора. У нас есть два выбора. Первый выбор — это когда мы прощаем людей, ходим со Христом в этот короткий промежуток времени жизни на земле, и дальше мы, конечно, со Христом на небесах, или же написано, что Бог отдаст нам истязателям, расстязателям. Ну, в нашем случае мы понимаем, это кто, да? Не будем, как бы, скобки открывать. Мы понимаем, кто это. Почему я говорю «в этот короткий промежуток времени жизни?» Братья и сёстры, вы можете, пожалуйста, мне ответить, как молодому? Особенно старшее поколение. Один простой вопрос. Как вы дошли до того возраста, в котором сейчас находитесь? Я слышу только одно высказывание, что все говорят, как время быстро летит. Как время быстро? Мы не замечаем. Я на себя смотрю. У меня вот дочка уже в школу должна пойти. Я думаю, 7 лет. Куда это они? Когда это успело пролететь, да? Смотрел интервью с 95-летним дедушкой. Он рассказывает про себя, про свою семью. И говорит, как время быстро полетело. Они не встречали ещё ни одного человека, который скажет, какую долгую жизнь я прожил. Всё, пора бы умереть. Нет таких людей. И знаете, просто мы не успеем глазками моргнуть перед останием перед Божьим судом. Мы просто не успеем это сделать. Очень важно прощать человека, освобождать от своего гнева, от своего раздражения. Но при этом я доверяю, что Бог воздаст вас справедливо. Давайте откроем евреям. 12 глава, 15 стих. Написано. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Получается, горький корень, который может быть дух непрощения в нас, может этим, может ещё оскверниться другие. Братья и сёстры, дух непрощения поражает нашу личность, потому что он попадает прямо нам в сердце, попадает нам в душу. Разрывает наши отношения с Богом. Дьяволу даём полное право делать нашей жизнью всё, что он хочет. Потому что останавливается наше духовное развитие. Я приведу пример, свидетельство из моей жизни. Я на протяжении, наверное, примерно 10 лет очень активно увлекался страйкболом. Это такая военная игра. И получилось так, что мы с моим товарищем собирали команды. У меня была команда, у моего товарища была команда. Вместе мы играли. И в один момент, дело было 5 лет назад, во время одной из игр, если честно, я немного халтурил. Нечестные играли. А моему товарищу это не нравилось. Он раздражался от этого. Тем более, когда мы ещё и побеждали, ему это дико не нравилось. И в один момент он меня останавливает и начинает орать на меня, кричать, высказывать, что Гамлет, хватит так играть, неправильно ты делаешь, ты нечестно играешь. На что я ему ответил, что не нравится тебе, не играй со мной. Правда, это я немного грубо сказал, потом извинился. После этого мы перестали с ним играть. Прошло 5 лет. В эту среду он мне пишет сообщение. Такое огромное сообщение. Мне кажется, я к сегодняшней проповеди так не читал, не готовился, сколько я его сообщения читал. Прямо рассказывает всё, что было в этот день. То, что было 5 лет назад. Я уже всё, давно не играю в эту игру. У меня семья, дети, свои проблемы, заботы. Это человек, про которого я могу вообще вспомнить самым последним в этом мире. То есть я про него вообще не помню. А он одержим этой обидой. Он мне пишет, говорит, ну прям рассказывает, в какой день это было, как мы играли, что было, кто в моей команде было. Ну как можно это всё запомнить? Ты просто это одержим этой обидой. Только когда вот человек одержим этой обидой, только тогда он может это всё так досконально вспомнить, расписать. Я, конечно, ещё раз извинился. Я говорю, ты хороший парень, всё, как бы забудь, как бы останемся там хорошими товарищами. Не хочу ругаться. Для меня лишний раз как бы извиню, чтобы он освободился. Мне его жалко. Понимаете? То-то в таком состоянии, вы просто представьте, почему именно в Писании говорится, прощайте своих, любите своих врагов. Мы страдаем, мы мучаемся, а ему вообще без разницы. Поэтому Писание говорит, освобождайся от этого. Не надо тебе, всё, оставь эту обиду. Мы, будучи христианами, братья и сёстры, Иисус Христос, Иисус Христос отдал свою жизнь за всех нас, за всех, кто даже, кто даже не верит в Него, кто даже Его не знает, да, кто там, не признаёт Его, Он за всех свою жизнь отдал. А мы, будучи христианами, должны жить для Него, должны жить по Его воле. Давайте откроем Послание к римлянам, 12 глава, и 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благородную, благородную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Обращали внимание на очерёдность? Написано благая, угодная и совершенная. Очень важно соблюдать эту очерёдность. Ну, не написано там, что совершенная, угодная, благая. Нет, именно благая, угодная, совершенная. Важна эта очерёдность. Когда мы знакомимся с Христом, что мы получаем? Мы получаем прощение. Мы чувствуем Его любовь, как Он нас любит. Мы понимаем, что Он для нас сделал. Мы знакомимся с Божьей благодатью. Мы все спасены благодаря Его благодати. Никто из нас не спасем по своим делам. Мы спасены по Божьей благодати. Но знаете, очень важно не останавливаться на этом уровне. Когда мы останавливаемся на этом уровне, мы становимся как младенцы. Только мне, Господи, дай мне. Начинаем обижаться на Бога. Дальше важно идти дальше. А следующий этап — это угодное. То есть мы начинаем жить так, как угодно нашему Господу Богу. В таком случае для нас не возникает вопрос, что мы должны прощать людей, любить людей, любить своих врагов, да еще оказывается. То есть это следующий этап духовного развития, когда мы уже взрослеем в Боге. Но очень важно, когда я в себе замечал, такой случай был, когда человеку проповедуешь, рассказываешь про Иисуса Христа, ты ему не говоришь, какой он хороший, что он для нас сделал, какой он благой. Ты начинаешь рассказывать, что ты должен сделать. То есть сразу требование. Ты не должен курить, пить, бросать. Вот это вот. И целый список прямо выкатываешь человеку, и человек стоит и думает, да зачем это мне надо? Зачем это мне надо? Потому что почему? Потому что мы не познакомились со Христом. Когда человек познакомился со Христом, он добровольно уже отказывается. Ему не надо говорить, что от этого тебе это не надо. Все он сам ради нашего Господа. Он это понимает, что он для нас сделал, он сам отказывается. Когда мы начинаем, проповедуя людям, то есть рассказывая про Иисуса Христа, мы начинаем уже с требований, которые уже вот как бы человек, который духовно вырос, он уже понимает, да? Конечно, люди говорят, зачем нам это не надо? Откроем исход. 15 глава, 25-26 стих. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться голоса Господа, Бога твоего, и делать угодное перед очами Его, и внимать заповеди Его, и соблюдать все уставы, то ненавиду на тебя ни одной из болезней, которую я навел на Египет, ибо я Господь, Бог твой, целитель твой. В этом местописании Бог показывает, в первую очередь, какой он благой. То есть он горькую воду сделал сладкой. Он это показал. Дальше он говорит, если ты будешь жить так, как мне угодно, ненавиду я на тебя болезни, которые я навел на Египет. Иисус Христос, когда исселял людей, что он делал? Он в первую очередь показывал, какой он благой. То есть он исселил человека. Какой он добрый, что он для него делает. А потом говорит, иди, больше не греши. Уже он говорит, что ты должен жить так, как угодно мне уже. Потому что сегодня Вася нам говорил, он знает, самое лучшее, он знает, что для нас надо, что для нас важнее будет, что для нас правильнее будет. Откроем Матфея, 19 глава, 16 стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему, Иисусу говорят, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы жизнь иметь вечную? И он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорят, какие? Иисус же сказал, не убивай, не предподействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, хочешь, если хочешь быть совершенным, это уже третий наш этап, пойти продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровищ на небесах, и переходи, следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. В данном случае, нам не надо идти продавать все свое имение, чтобы быть совершенным. Нет, тут немного про другое говорится. Почему Иисус именно этого человека, юношу, да, так сказал? Потому что у этого человека сердце было привязано к его имуществу, к его богатству, а Иисус хотел, чтобы он был с ним, ходил с ним, а не думал про свое богатство. В нашем случае, знаете, как могу сказать? Мы же бывает, молимся, очень часто слышу в молитвах, говорим следующее, Господи, при виде меня пускай видит Тебя. Это очень важное заявление на самом деле. Это вот мы должны достичь совершенству. Вот когда я смотрю на нашего пастора, я реально говорю, Господи, вся слава Тебе, если он такой, а Ты-то тем более. То есть, когда я смотрю на нашего пастора, то есть, я вижу Христа. То есть, это уже следующий уровень совершенства, когда мы стремимся именно быть совершенным. совершенным. Братья и сестры, знаете, в конце, знаете, что я хотел сказать? Чтобы мы не были похожи на Адама. Адам что сделал, когда Ева согрешила? Богу говорит, это та жена, которую Ты мне дал. Это она вот села запретный плод. Ты мне еще дала, да? То есть, он моментом умудрился сразу обвинить Бога и Еву. А он ни при чем. Я могу это переформулировать для нас следующим образом. Господи, этот человек, которого Ты создал, Ты знаешь, как он со мной поступил? Как я могу его простить? Это, в принципе, можно так сказать даже. Потому что любой человек, любого человека Бог вдохнул жизнь. душу. Я могу сказать, Господи, Ты знаешь, как? Знаете, что в притчах написано? Мои оправдания перед Господом Богом мерзость. Я стараюсь перед Ним оправдаться. В первое послание к Иоанну 1 и 9 написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Вместо того, чтобы я говорил, оправдывался перед Богом, да еще умудрялся в Него его обвинять, я буду лучше это следующим образом делать. Иисус, Ты мой Бог, Ты мой Спаситель. Войди в мою жизнь. Да, я согрешил. Да, я, может, одержим именно этот дух и непрощения. Может, спал где-то. Помоги мне встать. Помоги мне. Войди в мою жизнь. Царствуй в моем жизни. Я отдаю Сущность Твои руки. Будь моим Богом. Помоги мне ходить по Твоим путям. Освети мне дорогу. Только в таком случае мы можем получить от Него прощение. Мы только в таком случае можем освободиться от этого. Когда мы приходим, написано, исповедуйте грехи ваши. Когда ты приходишь к Богу, говоришь, я вот такой есть. Все. Ты за меня жизнь отдал. Я верю в Тебя. Я принимаю Тебя как своим Богом, своим Спасителем. Помоги мне, пожалуйста, исправиться. Невозможно, чтобы Он не помог. Это невозможно просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok